Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня распаковка посылки с американского сайта iHerb. Расскажу один такой момент. Раньше я всегда заказывала доставку в BoxBerry. Она была бесплатная от определенной суммы от 60 долларов. И в постамате BoxBerry, либо в пункте выдачи, можно было посылку получить в городе, в Самаре. Так как я живу за городом, это было не очень удобно. Но, тем не менее, мне приходилось выбирать такой способ доставки. Сейчас идет бесплатная только глобальная авиадоставка. И в качестве перевозчика можно выбрать компанию, которая называется Five Post. Это постаматы, которые стоят в пятерочках на кассе, обращали внимание. И первую посылку я получила у себя дома, буквально в 20 метрах от того места, где я живу, в ближайшей пятерочке. Это очень удобно. Не скажу, что посылка шла долго. Она шла дольше, чем до Самары. Но я отслеживала постоянно. Ее почему-то задержали на таможенном оформлении. После того, как таможенное оформление было завершено, в течение 3-4 дней посылочка ко мне приехала в целости и сохранности. Только посылка прибыла в пятерочку, мне пришло уведомление по СМС на электронную почту, что посылка пришла. На кассе я озвучила код из СМС и спокойно получила свою посылку, чему я очень рада. Это очень-очень удобно для меня, получать посылки по тому месту, где я проживаю. Здорово. Доставка работает, никаких проблем. Давайте посмотрим, что я заказала. Решила заказать чипсы. Китл, остренькие, халапена с перчиком. Это наши любимые чипсы. Я сейчас покажу, как они выглядят. Они несколько отличаются от обычных чипсов Лейс, например, к которым мы привыкли. Они не такие привлекательные, но на вкус они очень даже вкусненькие. Плюс с довольно хорошим составом. Дальше я вижу два брусочка мыла для мамы. Мыло французской Пре де Прованс с бурачником. Обалденный аромат. Сто раз рассказывала, что мы ими пользуемся в душе, в бане, неважно. Вместо герий. И очень устраивает. Они не пересушивают кожу. Потрясающее мыло. Я их полюбила даже сейчас больше, чем Nubian, который когда-то любила. Что вижу дальше? Масочку от Nexus забросила. Я люблю эту восстанавливающую маску. Здесь 43 грамма. Пакетика мне хватает на 3-4 применения. На мою длину волос. Маска очень интенсивно пахнет. У нее ярко выраженный, парфюмированный, дорогой аромат. Кто не любит такое, это точно не ваш вариант. Но мне нравится. Я, кстати, не везде люблю оттушки, но именно в этой маске мне нравится. Аромат на волосах сохраняется очень-очень долго. И он действительно классный. Плюс по действию маска потрясающая. Если ее оставить надолго, минут на 20 даже ее можно оставить. Желательно на подсушенные полотенцем волосы походить минут 20 с ней. Она творит чудеса. Волосы очень ухоженные. После ее применения это находка. Действительно. И постоянная моя покупка. Также постоянная покупка шариковый дезодорант кристалл. Взяла с гранатом. Это самый популярный аромат. Сейчас открою. Вот он такой. На холодное время года. И для дома это идеальный вариант. Классный состав. Не содержит солей алюминия и прочей гадости, которые содержатся в масс-маркетовских дезодорантах. Адекватный состав. Я не скажу, что идеальный. Состав адекватный. И дезодорант рабочий. Поэтому меня устраивает. По просьбе мама также заказала вот такой шампунь от Mille by Nature. Он с комплексом витаминов группы В, биотином. Этот шампунь она заказывает для моего брата. У него проблемная кожа головы. И от наших обычных любых шампуней у него какое-то раздражение на коже головы. От этого шампуня нет ничего. Он классно пенится. Небольшого количества его хватает. Я сама часто им пользуюсь. У меня в пользовании есть такой шампунь. Он очень-очень хороший. Здесь почти пол-литра. Когда я его начинала заказывать, он стоил, наверное, рублей 400. Сейчас он стоит подороже. Но, несмотря на это, этот шампунь нам тоже очень-очень нравится. Заказала освежитель для, я вот не знаю, для комнаты он, для ткани. Он для всего. От Grab Green с Горденей. Хотела какой-то другой аромат, но его не было в наличии на сайте. Не стала ждать. Я думала, эта штука будет в виде аэрозоля. Нет, я сейчас смотрю помпу-дозатор. Это спрей. Причем флакон алюминиевый. Странно. Обычно, если что-то в форме спрея приходит, то флакон пластиковый. Обычно аэрозоли в таких флаконах. Но да ладно. В общем, взяла для того, чтобы освежать шторы, постельное белье. Воздух в комнате. Не знаю, буду ли я им освежать. Но для постельного белья взяла крупный распылитель. Приятный аромат. Честно, думала, будет аэрозоль. Видимо, невнимательно прочитала описание. Но да ладно. Попробую. И если мне это средство понравится, то буду заказывать впредь и пользоваться с удовольствием. Вот такой кремушек. Опять заказывала снова. Я не знаю, какой уже это тюбик по счету. Изначально я заказывала их 4 штуки. Раздарила на подарки. Все, кому я подарила, остались от этого крема в восторге. Он очень классный. Я вот себе завела второй флакон. Первый у меня наполовину израсходовался. Я унесла на работу. Вот такой крем. Он вроде бы плотный. Он классно смягчает и питает. Но на руках не остается жирной пленкой. Быстро впитывается. Очень классно ухаживает за руками. Еще раз повторю, все, кто его пробовал, остались им очень-очень довольны. И поэтому это моя частая покупка. Теперь заказала чай. Опять с белым персиком. Здесь, по-моему, 20 пакетов. Даже 18 пакетиков. Я уже такое покупала. Я знаю, что он очень вкусный. Мне он очень-очень понравился. В индивидуальных пакетиках вот такие пакеты. Здесь нет металлической скобочки. Я вот сейчас даже достала пакетик. Очень вкусно пахнет персиком. Ну, классный чай. И поэтому я его повторила. Здесь еще у меня лежат вкусняшки. Вкусняшки – это не леденцы на палочке, а конфетки. Открывать не буду, хотя это мои. Мы просто предыдущие еще не съели. Вот так они выглядят, эти конфетки. Много вкусов здесь. А все вкусы перечисляются. В общем, они без глютена, кошерные, органические, без ГМО, веганские и так далее. Очень классные, вкусные. А вот здесь вкусы написаны. Гранат, манго, клубника, арбуз, персик и вишенка. Здесь их 368 граммов. Так, конфетки маленькие, хватает их надолго. Я их всегда держу в сумке. Ну, в общем, очень нравятся. Они мне. И заказала себе гидрогелевые патчи от Petit Fizz с жемчугом черным и золотом. Открывать не буду, потому что у меня сейчас есть в пользовании от Petit Fizz золотые патчи. И еще одни есть патчи, которые я покупала не так давно. Я оставлю от них ссылку. Они от, как я понимаю, дочернего бренда iHerb, который производится в Корее. Новый бренд вышел. Оставлю ссылку и обязательно напишу антирекомендации, чтобы вам было проще ориентироваться. Дело в том, что эти патчи мне настолько не понравились. Я их брала на скидки. Стоили они буквально 500 рублей. Кстати, вот эти мне обошлись в 580 рублей. Я не знаю, почему они так бюджетно в этот раз стоили. Обычно, когда я на сайте последний раз смотрела, они были чуть подороже. Но не важно. В общем, мои новые гидрогелевые патчи, которые я заказала. Ну, помимо того, что они не оказывают никакого эффекта, который мы ждем от патчи. Да, вот этого вау-эффекта, когда кожа разглаживается при пухлости под глазами, которые с утра бывают, они уходят и так далее. Они не работают в этом направлении. Плюс ко всему, та сыворотка, которая остается на лице после использования патчей, она вроде бы незаметна на лице. Но если покрывать кремом лицо после этого, либо макияж наносить, сыворотка скручивается в какие-то белые шелушинки довольно крупного размера. Это так ужасно и так неудобно. Я думала, такая проблема только у меня. Нет, я почитала отзывы. Действительно, девчонки жалуются, что такое есть на самом деле. Я впервые сталкиваюсь с корейскими патчами, которые вот именно настолько ужасные. Эти я уже брала. Они черненькие в виде капельки и очень хорошие. Вот эти одни из самых-самых популярных корейских патчей. Они и работают, плюс сыворотка впитывается под глаза, оказывают вау-эффект. В этих патчах, я уверена, те антипокупка. Я, наверное, даже разглагольствовать не буду. Я сейчас схожу за ними и покажу вам, дабы предостеречь. Вот они, эти патчи. На вид симпатично выглядят. Золотые гидрогелевые патчи. Они желтенькие. По цвету сейчас открою. У них есть и лопаточка, удобная, большая. И крышечка. И сами выглядят симпатично. Но вот эта сыворотка скатывается на лице после применения. И я несколько раз давала этим патчам шанс. Но нет, пользоваться ими мне неудобно. Я их не буду выбрасывать нормальными патчами, корейскими. Я буду пользоваться в утренний промежуток времени, и когда я уверена в том, что я нанесу макияж, у меня ничего не скатается по лицу безобразным образом. А вот эти буду использовать, возможно, вечером. Ну, например, перед душем. Я их нанесла, и потом пошла всю эту гадость с лица смыла. Ну, иначе никак. Никаких негативных моментов при их использовании нет. То есть они не пекут, не жгут область под глазами. Ничего такого не вызвало у меня никакого раздражения компоненты. Но вот этот маленький, очень неприятный момент меня насторожил, честное слово. Поэтому я заказала хорошие патчи, и буду с удовольствием их использовать, потому что в них я уверена. Ну что ж, на этом у меня все. Спасибо за внимание, и до новых встреч!